Здравствуйте, друзья! Как и обещал, я вам, что на моем канале будут специализированные видео по тренингу. И первую серию видео я открываю на тренировках для девушек. В этом мне поможет моя подруга Вера. Мы, если ей уже знакомы, она давала свое интервью на интенсиве. Вера уже у нас, получается, почти два месяца на адекватное питание. Мы постепенно делали переход. О подробностях для перехода и прогрессах вы узнаете в следующих видео. А пока просто не будем тратить время и перейдем к тренировке. На этой тренировке мы тренируемся губные и ягодицы, ноги. Самые такие важные мышечные группы для девушек. Сразу скажу, что не будет сверхъестественного, что на тренировках. Потому что, изучая анатомию, имея грандиозный опыт, я знаю о том, что есть реальные рабочие упражнения. Так называемые базовые, комплексные и вспомогательно изолированные, которые являются уже методом дополнения тренировки и работы над индивидуальными особенностями человека. Давайте тогда начнем. Просто не будем тратить время. И поехали. Вначале, перед тренировочкой, мы обязательно делаем разминку примерно 5, максимум 10 минут, для того, чтобы разогнать сердечный ритм, немножко разогреть, разогнать кровь и почувствовать легкую спарину. Этого уже достаточно, чтобы начать уже разминку и силовую тренировку. Итак, Вера уже сделала сегодня утреннюю разминку, точечный массаж, взбодрила свою лимфатическую систему. Но и все равно, как дополнение, обязательно перед тренировкой в тренажерном зале, мы делаем разминку на основные сегодня мышечные группы, которые у нас будут. Это нужно размять нам ключевые суставы, тазобедренные, колени, голеностоп, конечно же, локти и кисти. Итак, поехали. Вперед и назад. Мы работаем плечами, плечами по кругу. Назад и вперед. Хорошо. Все плечики оставили и головой наклончики вправо, влево, вправо, влево. Вперед-назад. Поворотики. Будешь мясо? Нет. Хорошо. Теперь приподняли немножко плечики и круговые движения головой. В другую сторону. Хорошо. На этом мы размяли уже немножко шею. И сейчас переходим на ручки. Сначала сжимаем пальчики. Теперь кулачки. Теперь сбрасываем кулачки. Взяли кисти перед собой, вытянули, скручиваем внутрь. Вверх-вниз. По кругу в одну сторону. В другую. Хорошо. Взяли ручки в замочек. И покрутили. В одну сторону и в другую. Хорошо. Вытянули ручки перед собой. И вращение внутрь делаем. На руку. Тот же самый через ноги. И в другую сторону. Хорошо. Большие пальчики к плечам прислонили. И делаем круговое движение назад. И вперед. Хорошо. А теперь махи руками. Делаем широкую маху через позу. Раз. Хорошо. И назад. Хорошо. Подняли ручки над собой. И плечи тянем вправо, влево. Право, влево. Хорошо. Теперь делаем стулочку. Стоишь фронтально. И прожми сначала голову, а потом плечи. Потом вверх. Просто на кончике. Спинку гибаем, да? Смотри, нет. Дружно спинку. Согрузь. Поехали. И наверх. Ручки расслаблены. Еще два раза. Хорошо. Хорошо. Встали, повернулись. Ручки над собой. И наклончиваются. Стоим методом. Хорошо. Руки на пояс. Ножки чуть пошире. Бедра вперед. Назад. Вперед. Назад. Еще вперед. Назад. Через стороны. Еще. Хорошо. И по кругу теперь работаем. По кругу вперед. По кругу назад. Хорошо. Сейчас будем разминать коленки. Для этого ручки на коленке. Наклонились. Ножки получше. Делаем по кругу. В одну сторону. В другую сторону. И такие косые приседания делаем. С крученными приседаниями. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Теперь разминаем голеностол. Вытянем нашим тегонцолкой. Тянем вперед. И на себя. И на себя. По кругу. В одну сторону. По кругу. В другую сторону. Поменяем. По кругу. В другую сторону. В другую сторону. Вдохнули. И по перемене нашим тегонцолку. Хорошо. Встали теперь. Немножко подышали. Руки через сторону. Вдохнули. Вдохнули. Вдохнули ручки. Еще раз. Вдохнули. Хорошо. На этом наша уже легенькая разминка закончилась. В принципе, у Веры уже разогрели тазобедренные коленные суставы. Так как она сделала разминку на кардиотренажере. Вот. Что уже дает ей полное право начинать самовую тренировку. Наша тренировка сегодня, как вы уже помните, состоит из... Ну, это сплит. Мы тренируем сегодня грудные мышцы и мышцы ног. И начинаем с грудных мышц. Поехали. Выбавлено, Димаша? Итак, первое упражнение у нас сегодня на грудные мышцы. По принципу предварительного истощения мы работаем с изолированным движением на грудные мышцы. Это у нас разводочка гантелей из положения лежа. Пошли. Гантели перетягиваем на собой. А вот сейчас. Да. Гантели перетягиваем на корпусе с обратной. Делаем широкое растягивающее движение. И возвращаемся обратно. И возвращаемся обратно. И разводим, делаем 30%. Обязательно следите за положением корпуса. Чтобы у вас было четко зафиксированное положение корпуса. И никаких лишних движений. Следите за дыханием. Движение, когда мы делаем растягивающее. Когда гантели уходят в стороны. Мы раскрываем грудную клетку и делаем дох. Обратное движение сопровождается выдохом. Итак, первый разминочный подход с легким весом закончился. Мы взяли уже гантели потяжелее. Здесь 3 килограмма. И у нас предстоит 3 подхода по 25 повторений. Поехали. Соблюдаем технику. Лопаточки сведены. Локти пошли через стороны. Раскрываем грудную клетку. Делаем вдох. И с выдохом в исходное положение. Руки не сводим близко. Тело у нас зафиксировано. Ягодицы прижаты. Ножка упирается в пол. Выдох. И вдох. Монетарно. Обязательно делаем акцент на растягивающем движении. И концентрированно поднимаем гантели вверх. Чувствуем растягивание. Обязательно обращайте внутренний взгляд на рабочую мышцу. Великолепно, Вера. Ты очень хорошо справляешься. Как себя чувствуешь, Вера? Первое упражнение мы сделали. Оно было у нас по принципу предварительного утомления. Также мы уже разогрели грудные мышцы и плечики. И переходим уже к силовому комплексному движению жимовому. Это жим гантели под углом 45 градусов. Поехали. Лопаточку собрали. Гантели вывели над собой. Выжимаем. Вниз опускаем, делаем вдох. И с выдохом наверх. Хорошо. Главное вид опускается. Вниз мы растягиваем. Вверх выжимаем. Грудь у нас все время колесом. Лопаточки сведены. Хорошо. Таких мы сделаем, так мы уже разогрелись. Таких мы сделаем 3 подхода. По 25 повторений. Вдох и выдох. Великолепно. Вдох и выдох. Обязательно следите за корпусом. Так, чтобы ноги всегда были прижаты к ногу. Ясница у нас прогнута. Грудь вперед. Опуская гантели, мы делаем встречные движения грудью. А выжимая, оставляем грудь в таком же положении. Не разводя лопатки. Смотрим вверх, туда же, куда и жмем гантели. Обязательно. Смотрим вверх. Следим внутренним взглядом за тем, что вы работали наши мышцы. Вниз гантели не роняем. Аккуратно, плавно, подконтрольно выводим их вниз. Хорошо. Вот в том же духе и продолжаем. Слишком сильно опускать тоже не нужно. Вера, не поддыхай. Хорошо. Итак, у нас уже прошло два упражнения. Мы сделали изолированные упражнения. Мы сделали уже силовое. И третье упражнение у нас так называемый пулловерик с блином, который нам растянут грудные мышцы. Также мы раскрываем грудную клетку, увеличивая объем груди. Начинаем? Ложимся на горизонтальную скамью. Также мы собрали лопаточки, вывели блинчик над собой. И над глазами его удерживаем. Исходная точка у нас над глазами. Дальше. Мы начинаем вести руками назад, над головой. Раскрывая грудную клетку, делаем вдох. И обратное движение, выдох. Слишком сильно растягиваться не надо. Блинчик далеко не уводим, Вера, не уводим далеко блинчик. Мы останавливаемся там, чтобы у нас отверстие у блина оставалось над глазами. Угу. И следующий повторим. Повторик. Таких мы сейчас сделаем 20 повторений в трех подходах. Вдох и выдох. Обязательно смотрите за тем, чтобы у вас корпус был зафиксирован. Ноги плотно прижаты к полу. Поясница слегка пробнута. Лопатки сведены. Следим за дыханием. Обращаем внутренний взгляд на рабочие мышцы. Вера. Далеко блинчик не уводим, да? Останавливаются над глазами. Для того, чтобы мышца постоянно оставалась в натяжении. Также это упражнение является комплексным. Во время выполнения этого упражнения у нас прорабатываются широчайшие мышцы, трицепсы, ну и, конечно же, грудные. Итак, мы выполнили три основных упражнения по нашей программе на грудные мышцы. Мы еще сегодня вернемся к грудным в конце тренировки. Но для того, чтобы не перекачивать мышцы и не терять много сил, мы уже переходим на упражнения для ног. Для того, чтобы подготовить ноги, коленные суставы и бедро к предстоящей работе, нам нужно загнать туда больше крови, больше жидкости в суставную сумку. И для этого мы выполняем упражнение разгибания ног сидя. Вера, начинаем. Здесь все то же самое у нас, да? У нас плавные движения. Носочки мы тянем на себя. Опуская мы делаем вдох с усилием выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. В этом упражнении здесь вес не главное. Здесь главное это техника. Вера, чуть-чуть помедленнее, да? Техника, концентрация на движении. И почувствовать разогрев. Вдох и выдох. Вдох, выдох. Между первыми подходами хорошо бы растянулся для того, чтобы кровь распределилась равномерно и наши связочки были еще лучше готовы для предстоящей работы. Ну, для растягивания подходят элементарные упражнения, которые вы также делаете на утреннем комплексе. Итак, наши связочки и ножки уже готовы к предстоящей работе. Ну, дополнительно, конечно же, мы сделали уже сегодня и утреннюю гимнастику, и гимнастику перед занятием. И также был кардиотренажер. Вот, поэтому мы с уверенностью можем переходить к следующему упражнению. А это комбинация у нас много суставных, так сказать, комплексных движений, выпады вперед и приседания широкой стойки. Если вы уже умеете делать эти упражнения по отдельности, то для вас не представляет никакого труда сделать их в комбинации. Вера, твой выход. Итак, мы делаем немного как наискосок. Делаем выпады в одну, в другую сторону, после чего серию заканчиваем приседаниями. Во время выпада мы следим за тем, чтобы у нас коленка не заходила за носок. Вот, и обязательно толкаемся все движения у нас на пяточках. Хорошо. В этом упражнении мы делаем 20 повторений в трех подходах. При этом, при всем повторения, для того, чтобы не запутаться, мы считаем по приседаниям. И присед. Следите внимательно за техникой, взгляд перед собой обязательно, да, и уделяйте концентрацию на то, чтобы у вас работа идет ног. Во время выпада у нас включаются переднее бедро, заднее бедро и ягодицы. Во время приседания у нас максимально работают ягодицы, заднее бедро и на выпрямление переднее. Вера, делай четче упражнение, старайся не без этих размножек, без перешагивания особо. Встала, ага. И присед. Хорошо. Это великолепное упражнение, которое будет держать ваши ножки после этого, после этой тренировки, ну, в тонусе еще, наверное, дня два-три. Так что советую всем попробовать. Ну и также оно не является слишком сложным. Аккуратненько, да, техника приседания. Мы смотрим, Вера, чтобы коленки сшли через сторону обязательно. А так все великолепно. Угу. Угу. Ну что, как ощущения, Вера? Отлично. Чувствуешь работу ног? Да. А куда уходит нагрузка? На попу, на ягодицу. Покажи попу. Ммм, сразу видно, да. Здесь вся нагрузка. Упражнение, ребят, правда, очень классное. Прямо его делать одно удовольствие. Ну и особо несложно. Не нужно не расстряться особо. И даже дополнительный вес не нужен. Ну что, здесь мы закончили. И переходим к следующему доводочному упражнению. Итак, мы переходим к следующему упражнению. Это сгибание ног из положения лежа в тренажере. Здесь мы дорабатываем заднее бедро. У нас здесь будет 4 подхода. Из которых 2 подхода сгибания двумя ногами. И 2 подхода сгибания по одной ноге. Двумя ногами мы работаем в диапазоне 30 повторений. По одной ноге будем работать в диапазоне 25. Начинаем. Движение плавное, подконтрольное. Носочки также тянем на себя. В смысле, к коленочкам. До конца мы ноги не разгибаем. И концентрируемся на работе заднего бедра. Выдох. И вдох. Выдох. И вдох. Выдох. И вдох. Великолепно. Мы выполнили 2 подхода по 30 повторений двумя ногами. И теперь переходим к поочередному сгибанию. На том же самом тренажере. Это можно великолепно выполнять. Итак, поехали. Сначала мы работаем левой ногой. Четко и подконтрольно. Для чего нужно выполнять упражнение по одной ноге? Для того, чтобы распределить нагрузку равномерно. И одна нога не забирала нагрузку на другой. Ну, то же самое касается и всех других упражнений, в которых мы работаем раздельно. Там правой рукой, там левой рукой. Великолепно. Главное, не торопимся. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И другой ногой. Хорошо. Итак, мы выполнили упражнение на мышцы ног. И, как я обещал, мы возвращаемся к грудным. Для этого мы выбрали упражнение отжимания от скамьи. Широким хватом, так можно сказать. И поехали. Это отличное комплексное упражнение, которое стимулирует не только грудные мышцы, но и весь плечевой пояс в целом. Выдох. Вдох. Тянемся к грудью. Выдох. Вдох. И выдох. Здесь мы делаем три подхода по 12 раз. Для того, чтобы немножко варьировать нагрузкой, мы развернули кисти внутрь. Также это более удобно и менее травмоопасно для кистей рук. Молодец. Итак, мы завершили основную часть тренировки. Комплексное изолированное упражнение на мышцы груди и мышцы ног. И переходим к упражнениям на брюшной пресс. Как я вам говорил, я не приветствую тренировок на брюшной пресс для девушек. Упражнение на косые мышцы живота. Так как наша цель создать осиную талию. А упражнение на косые мышцы живота талии увеличивает. Поэтому у нас здесь будет два упражнения. Это скручивания прямые. Скручивания верхней части корпуса. Здесь мы сделаем три подхода по 30 повторений. А затем сделаем несколько подходов на нижнюю часть пресса подъема ног. Выдох и вдох. Локти немножко поуже держи вверх. И смотрите, в этом упражнении главное, чтобы натяжение в прессе было постоянное. Чтобы вы чувствовали постоянно, как работают мышцы пресса. Растягиваются и сокращаются. Растягиваются и сокращаются. Дыхание поверхностное, но в том же ритме. Вдох-выдох. 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 Хорошо. Итак, мы переходим к упражнению на нижний пресс. Мы делаем сейчас складочку на скамье. Внимательно смотрите за тем, что у вас не изменялся угол в коленном суставе. А при работе, при подъеме мы стремимся максимально сократить брюшной пресс. Хорошо. Выдох и вдох. Выдох и вдох. В данном комплексе мы выполняем сегодня два подхода по 25 повторений. Вдох. Выдох. Великолепно. Молодец. Умница. Итак, мы завершили нашу основную тренировку упражнениями на пресс. И обязательно в конце тренировки мы опять же возвращаемся к каждому тренажеру для того, чтобы возобновить кровообращение по всему телу. Уравновесить внутреннее накопившееся давление. И если кому надо, дожечь какие-то лишние калории. Так, друзья, вот и закончилась наша тренировка. Вера, это получается уже второй этап у нас, да, то есть Вера у нас, можно сказать, подготовленный спортсмен более-менее. Мы просто занимались порядка полутора месяцев. Вот. И упражнения, которые мы выполняли в этом комплексе, они являются универсальными, подходят уже практически любому уровню занимающимся. От начального уровня до продвинутого. Вера, твои впечатления от тренировки? Ну, я каждый раз получаю очень-очень много удовольствия. Я очень счастлива. Ребята, я сейчас взвесилась. Одну тренировку назад у меня было 55 килограмм, сейчас мне 53. И я чувствую легкость. Не приду вздернуть. Легкость еще. Возвышенность. Ребята, ну вот видите, все работает, схема работает. Как вы понимаете, по моим схемам тренировочным, не нужно там слишком сильно упираться в спортзале. Не нужно тратить много сил. Просто нужно делать все в комплексе. Грамотно питаться, грамотно тренироваться и умеренно и по возможности достаточно отдыхать. На этом все. Благодарю за внимание. Вера, благодарю тебе. И до новых встреч. Все. Надеюсь, что заснялось все. Да. Друзья, вот и подошел к концу наш первый съемочный день совместной тренировки с Верой. Надеюсь, вам понравилось. Как вы увидели, ничего сложного, но в то же время результаты, результаты, результаты с каждым днем. Что я хочу от себя добавить? От себя я хочу добавить, что был бы рад видеть ваши комментарии. Так что добавляйтесь на канал, добавляйтесь в друзья, оставляйте ваши комментарии, вопросы под видео. Для чего? Ну, для того, чтобы я мог как можно быстрее и эффективнее улучшить канал, для того, чтобы вам было приятнее смотреть, а мне было приятнее вам все это показывать. Так что благодарю за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч.